Всем привет, сейчас будем вливать на камеру БЛЯТЬ! Я обосрался Всем привет, это Милка Мейкер И на днях я решил подписаться на разные блогерские новостные паблики И начать их мониторить, чтобы знать, что происходит в мире блогинга И что интересно большинству И честно, это пиздец Вот как вы думаете, кто преимущественно появляется в пабликах про блогеров? Может быть в пабликах про, собственно, блогеров освещаются какие-то масштабные проекты Интересные личности Или открываются новые интересные блогеры с каким-то невероятным контентом Как там в свое время Дружко залетел на простор Ютуба БЛЯТЬ! Ёб твою мать, блять! Я обосрался Подождите Я, походу, обосрался На чём я обосрался? Плеть Мне надо это как-то комментировать, нет? У меня в детстве родители покупали постоянно журнал И мне очень интересно было читать раздел В котором писали о новостях различных звезд Голливуда Типа там Брэд Питт встречается с Анжелиной Джоли С тех пор наблюдал за их парочкой Вплоть до их расставания Мне было это невероятно интересно Поэтому я понимаю, откуда интерес к таким пабликам Но, блять, одно дело читать в журнале про Брэда Питта и Анжелину Джоли Другое дело читать и смотреть про то, как Никоглай пердит, обсирается на стриме Великолепный контент Дальше у нас опять Никоглай Опять исполнять какую-то хуйню возле посольства Российской Федерации в Молдове Бля, отберите у Никоглай кто-то интернет, я вас прошу, это пиздец Так, Слив Никоглай, заебись, Павел Дуров Ммм, вот это я понимаю Ебать, он качок Вы видели вообще? У Симбочки появился новый парень На этот раз он оказался Парфенюк Кто, блять, такая Симбочка? Симбочка Это сестра Симбы Дочь Муфасы Кто это, блять, почему мне вообще должно быть интересно, кто ее парень Так, ладно, сестра Даши Инстасамки Тоже, блять, кто это? Она блогер или ее постят просто потому, что она сестра Инстасамки Саша Стоун про грядущую свадьбу с Валей Карнавал Ага, очень интересно Юля Фитнес вышла на связь Кто, блять, такая Юля Фитнес Никоглай собирается участвовать Да, сука, че за хуйня? Почему так много Никоглая? Я, конечно, все понимаю Пабликам нужен регулярный контент Для того, чтобы его постить Чтобы набирать охваты Новую аудиторию, так сказать Но неужели нет никого интереснее, чем Сука Никоглай? Тем более, когда они продолжают это постить Они практически раскачивают его медийку Делают его все еще актуальным Мне интересно, что будет, когда у Никоглая закончатся темы для хайпа Я думаю, он все время будет искать какие-то новые способы всплыть Так сказать Это вам не Иван Зола Валя Карнавал покрасилась брюнетку Что же, очень интересная новость Знаете, у меня мама тоже не так давно покрасилась в брюнетку А еще моя тетя завела нового котенка Вот, тоже, я думаю, очень интересная новость Почему, собственно, это до сих пор не в пабликах? Я не понимаю Юля Гаврилина с Милохиным Вот, как Панишито Милохин я хуй узнает Потому что у него закрыто лицо Что же, очень прекрасное познавательное видео Очень интересное Только в душе не ебу, кто такая Юлия Гаврилина Так, Екатерина Мизулина Кардашьяны Причем здесь блогинг Тем временем у Амины Тендерлибои прошел первый день весны Блять У Егора Кридна нашли первого таракана Ли Дашкин Вали Карнавал Блять, кто такая Вали Карнавал? Реально, я больше нихуя вообще не знаю Вали Карнавал Кроме того, что Крид с ней встречался Потом они расстались И он ее десанул Ты прячешь под маской себя, Карнавал А кто это вообще хуй? Даша, которая родила в 13 Призналась, что отдалась за запрещенные вещества Очень странно, что этот пост в целом назван как бы Даша, которая родила в 13 То есть девушка известна И публикуется в новостных пабликах блогеров Потому что она родила в 13 Че с вами не так, блять? Че нахуй? Просто я объясню, в чем проблема этого поста То, что вот сколько еще после вот такого примера Появится девушек, которые захотят родить, я не знаю В 12, в 11, в 10, блять, не дай бог Чтобы, собственно, тоже вот так вот попадать в паблики В новости Потому что они родили раньше положенного, скажем так Более того, если бы не этот паблик Я бы вообще в душе не ебал, кто это такая И во сколько она там родила Мне было бы на это абсолютно похуй Марьяна Ро пожаловалась на русофобию в интернете к себе Марьяна Ро еще жива, блять? Кто-то вообще о ней сейчас говорит Серьезно, когда-то она была известна За счет того, что встречалась с Ивангаем И потом она встречалась с Фейсом На этом все, регалии, так сказать, закончились На этом вам, блять, не Иванзова Я музыкальный исполнитель, твич стримим, лайкер, тиктокер и ютубер Даша Корейка и ее новый парень Это кто, блять? Для тех, кто не знает Даша Корейка это вообще парень, который сменил пол А это чей-то батя Вот на что только не пойдут блогеры ради хайпа Встречаться с каким-то взрослым мужиком Просто чтобы о тебе говорили в интернете Интересный, интересный подход Очень неординарный Я не знаю, как еще сказать, что это пиздец И снова же самый пиздец Типа в том, что почему это освещается Как какая-то интересная новость В паблике про блогеров Вот самое непонятное в этой истории, знаете, что Кто знает, за счет чего стала известна Даша Корейка Все, что я знаю об этом персонаже Он снимал какие-то трешовые тиктоки Потом залетел на твич Потом там на всякие интервью попопадал Потом сменил пол И как думаете, насколько качественный контент делает этот человек То есть делает ли он что-то действительно интересное Умеет ли он что-то там крутое делать Там, не знаю, монтировать круто, снимать Писать сценарии Или может клипы какие-то крутые делает Музыку пишет Я сегодня на этом стриме записываю вам кружочки За донатики Это может звучать как такая, типа, зависть Вот, я завидую, что этот человек нихуя не делает Нихуя не умеет попадать в новостные паблики О нем много кто говорит Но это не зависть Это скорее абсолютно непонимание людей, которые следят за подобными людьми Я, в отличие от Артема Графа, действительно топлю за то, чтобы люди как-то развивались Читали книги И росли, чтобы чего-то добиться в этой жизни А подобные примеры людей показывают обратное Что можно добиться чего-то Ну, конечно, добиться это очень громко сказано, да? Когда речь идет про Дашу Корейку Эти люди показывают, что можно нихуя не делая Получать какие-то там большие деньги И огласку какую-то, медику, да? Ну, знаете, сколько вот таких вот персонажей Которые просто поделают какую-то хуйню, да? Вот, и пока они делают эту хуйню Пока у них там, не знаю, не закончатся конечности Для того, чтобы творить хуйню Они продолжают быть на хайпе Вот, вспомните, руки-базуки Кто сейчас слышит о руках-базуках? Это такой же персонаж Когда у тебя нет каких-то умений Ты, когда ничего не развиваешь Даже там у тебя появляются деньги Ты их никуда не вкладываешь 300, 400, 400 тысяч Это все твои бабки? Это все мои деньги, которые я Которые сейчас у меня есть, да Ты проебал типа все? Или вот куда я эти бабки сделал? Как проебал? Я вложил в себя Весь этот хайп, он рано или поздно проходит Потому что такой мимолетный хайп На каких-то изменениях во внешности На каком-то трешаке Он мимолетный Он сейчас есть Потом его не станет Рано или поздно о тебе перестанут говорить Потому что ты, ну, ничем не цепляешь Ты ничем не интересен Следующий этап Даши Корейки Скорее всего Когда она или он Не знаю, как правильно назвать этого человека Ну, в общем, когда вернет себе член на место А потом он снова отрежет Потом снова пришьет Вот так будет делать Пока это всех не заебет Пока не приестся Знаете, я заметил в последнее время В целом очень большая тенденция к смене пола Столько людей меняет пол Вообще какое-то безумие, блядь Лунаком успела похвастаться своей новой грудью Кто такая Лунаком? Света Солар зашла слишком далеко и начала Кто такая Света Солар, блядь? А не Енина уверена, что от совета Света Солар можно умереть То есть вы сначала раздаете в своем паблике советы от Света Солар А потом заявляете, что от этих советов можно умереть То есть вы распространяете советы, от которых можно сдохнуть Неплохо, неплохо, сильно-сильно Полезный паблик, так сказать Так, что ж, инстасамка, считай инстасамки Опять Никоглай, блядь, очень всем интересный Морген Штерн, Юлия Гаврилина, кто это, блядь Инстасамка Хилми Так, фотосессия от Хилми Рядом с лошадиным дерьмом Замечательная фотосессия, прекрасная Самое интересное, то что Если кто-то не знает, кто такой Хилми Это друг Даши Корейки Не спрашивайте, откуда я это знаю, блядь Он тусил с Дашей Корейкой, пока тот еще был парнем И все, все, на этом регалии этого человека заканчивается То есть, больше про него реально ни хуя не известно Это просто бывший друг Даши Корейки Что ж, достойный, достойный персонаж Ага, инстасамка, Милохин Инстасамка Хилми опять Даша Каплан Ох, заебись, еще лучше персонаж Который известен только за счет отношений с Юликом Вот интересно, как много здесь публикуется Собственно, девушек Которые стали известными Только за счет отношений с какими-то известными блогерами Существуют блогерши, которые стали известны Потому что они делали контент Потому что они хорошо делали свою работу Таких очень много Почему здесь преимущественно постят именно вот таких людей Мне не очень понятно То есть, инстасамка в этом плане, конечно, посильнее Потому что там как раз обратная ситуация Именно манекен стал популярен Только за счет того, что он присосался к инстасамке Вот, а тут мы можем обратить внимание Что очень часто, да, упоминаются личности Которые, по сути, являются просто паразитами Но если их постят, и они набирают охват И, видимо, это действительно интересно большинству Катя Голышева встречалась Кто такая Катя Голышева, блядь? Иван Золо считает Никоглая сыном хуйни Мне очень интересно, конечно же Что говорит Иван Золо Особенно на интервью с, собственно, Артемом Графом Очень интеллектуальным и интересным интервьюером Это вам, блядь, не Юрий Дусь Марьяна Рохваста с формами Замечательно Мне очень интересно, конечно же Что делает Марьяна Ро Иван Золо пытается выговорить имя Хаби Блядь, опять Иван Золо Мизулина берется за Хилми Опять Хилми Блядь, просто ёб твою мать Вот, господи Мизулиной тоже делать нечего Почему так много упоминается Человек Который известен Только за счет того, что сходил на парочку интервью С Дашей Корейкой А, я, кажется, знаю почему Давайте просто посмотрим, сколько у него А, 277 тысяч подписчиков В Телеграме Ёбаный в рот Вы понимаете масштаб этого пиздеца? Вы понимаете, насколько это пиздец? 277 тысяч У вот этого Что интересного делает человек У которого 277 тысяч подписчиков Так Одевается в женскую одежду Красится И Ёбаный в рот Глаза бы мы этого не видели Ёбаный в рот Нахуй Ой, блядь Ну я понял Понял Это фрик контент Это что-то из нижнего интернета Сейчас он просто хайпит на гействе Это что, блядь, брат шамана? Кринж, кринж Как вам стипень кринжа, так сказать Ну, про кого писали? Ну вот, про Егора Крид написали Ну, хоть кто-то, кого я знаю Господи, Егор Крид Впервые рад Егору Криду, так сказать Вот про кого еще говорите В новостных пабликах, да? Про блогеров Про, там, Экзайла, да? Одного из самых известных блогеров Сейчас в России, может быть, про Масленникова Да, тоже Одного из самых известнейших блогеров В России на данный момент Ну, нет Зачем мы будем говорить про Хилми Что тут еще? Конечно же, Петрова Очень тоже интересный персонаж Который просто тупо занимается дезинформацией И полной хуйней Саша Стоун Удалил совместные фото с Валей Карнавал Тоже я вижу очень много новостей в этом паблике Про Валю Карнавал Про Сашу Стоуна Про их отношения Это тоже такая тема Блядь, что это было нахуй Тоже такая тема Вот, о чем я говорил в ролике про Лиза Губа Про то, что очень популярная схема Коллаборации блогера и блогерши Это фейковые отношения Если кто-то думает, что эти отношения настоящие И если кто-то действительно переживает За подобные отношения Я вас, конечно, расстрою Потому что это все, естественно, контракты Это очень дорогостоящие контракты Потому что они приносят очень большие охваты Что-то у нас еще новая прическа Ивана Зола Со всех сторон Ну что тут сказать У меня вот, смотрите, уже волосы Вот До подбородка достают Ставьте лайк, если вам нравится Я думаю, это очень интересная новость Что можно сказать об увиденном Собственно, почему я считаю, что это, ну, пиздец Даже несмотря на то, что это просто новостной Желтушный паблик Который, казалось бы, ну, похуй Типа, постить И там про то, как кто-то фоткается с говном Про то, как кто-то расстается, сводится Я просто слежу за миром блогинга уже очень давно И в те времена, когда, собственно, это все зарождалось Блогером можно было стать Только если ты что-то умеешь Если ты круто снимаешь Придумываешь крутые темы для роликов Если ты делаешь интересный контент Создаешь какой-то продукт С приходом тиктока Порог вхождения в сферу блогинга Он очень сильно снизился По итогу люди набирают охваты Не имея вообще никаких навыков То есть ценность этих людей Ценность их контента Минимальна Но при этом им достаются легкие деньги Большие охваты Когда они просто творят какую-то дичь Ну и как бы в свое время Это называлось фрики То есть на ютубе с таких типов угорали Снимали про них всякие трэш-ролики А сейчас это почему-то называется блогеры И более того, с этими блогерами Еще и хотят фоткаться Там, не знаю, дети Пожалуйста, сесть на коленях Можно с вами сфоткаться? Мы по всему Ростов Можно сесть на коленях? Ходись Ну, пожалуйста Можно сфоткаться? Просто пиздец Куда катится наш мир? Мать моя женщина Затем же Хилме Ну, судя по всему, наблюдают школьники Которым интересен этот персонаж И которые буквально умоляют его Сделать с ними совместную фотку Поэтому, наблюдая за тем Что происходит в новостных пабликах Про блогеров Мне становится грустно У тебя нахуй шмотки до трех тысяч Что-то, блядь, барака У меня нахуй штаны И, сука, Джуси Путюр Я вам привожу Блядь Сейчас будем блевать на камеру Если кто-то думает, что это там Какая-то зависть Нет, мне абсолютно по барабану На всю эту популярность Лучше я сдохну ноунеймом Чем буду Хилме Потому что способы для хайпа я знаю Но применять их не собираюсь Потому что это трэш ебаный На мой взгляд Гораздо ценнее делать Какие-то ролики Там на 10 тысяч просмотров Ну, которые будут обладать Какой-то ценностью Какой-то Хорошей, интересной Правильной, на мой взгляд Повесткой Нежели я буду ходить Блядь В юбке И в топике Расхаживать, танцевать В каких-то, блядь, ресторанах И набирать при этом Миллионный охват В пизду Нахуй надо вообще Такой трэш он был всегда Но в таких количествах Это происходит Ну, только сейчас Потому что Медиа-индустрия Развивается Растет активно Появляется много новых игроков Как я уже сказал Особенно с ТикТоком И, собственно Наше медиапространство Заполняется ебучими фриками Я не буду строить И себя там Какого-то моралиста Нет, ни в коем случае Я не моралист То есть мне Интересно было Рофлить с Дашей Корейки Когда она Делала все эти мемы Там в Твиче То есть мне было смешно Но когда Пул Новостей Блогеров Состоит только Из таких людей Это уже На мой взгляд Перебор Мне будет очень интересно Почитать про то Что вы думаете Касательно этой темы Так что делитесь Своим мнением Обязательно В комментариях Ну что ж На сегодня Вы узнали Большинство Трэш-новостей За Последние две недели Из мира Блогинга Вот Если вы не знали Об этих новостях То могу сказать Что вы Ничего не потеряли И больше Скорее всего Вы об этих новостях Больше не узнаете Потому что Нахуй оно Мне надо Смотреть еще Эту дрисню Ну а с вами был Милкомейкер Подписывайтесь На мой канал Сделайте эту Красную кнопку Серой мать ее Также не забудьте Подписаться На мой телеграм канал Поставьте лайк Этому видео Увидимся Через неделю Субтитры сделал DimaTorzok